Привет! Студенчество Республики Татарстан не стоит на месте и каждый день создает свою яркую историю. Но каким образом? Узнаешь прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Коломеец и это новый выпуск Юни-Дайджеста. Let's go! В прошлом выпуске мы тебе рассказали про Республику Татарстан на российской студенческой весне, где наши ребята смогли прекрасно выступить и получить почти по всем номинациям призовые места. Но на этом студенческая весна не заканчивается, и талантливая молодежь показала свое творчество на галоконцерте студенческой весны Республики Татарстан для профессиональных образовательных организаций 2022. Сотни талантливых студентов из техникумов, колледжей и училищ показали масштабное шоу, которое длилось почти 4 часа, и смогли полюбиться зрителям. Но какие результаты? Кто же получил статус победителя? Не будем томить. Обладателем гран-при республиканского фестиваля студенческая весна стал колледж информационных технологий. Это заслуженная победа! Поздравляем! Диплом получил. А что дальше? Именно это можно услышать от каждого выпускника вуза. Если ты не знаешь, что делать дальше после выпуска, то не переживай. В любой момент ты можешь познать другую сферу и работать в ней. Так, например, в Казанском государственном энергетическом университете прошел тренинг «Пиар-фишки при продвижении социально ориентированного мероприятия». И да, сложно только звучит. На тренинге участники смогли понять, как работать с бренд-буком, получили инструменты для написания классных пресс-релизов и увидели актуальные примеры продвижения мероприятий в соцсетях. Тренинг прошел успешно, а это значит, что теперь пиарщиков стало еще больше. Интересный факт о выпускниках вузов. Они успешны везде. Сомневаешься в этом? Тогда мы готовы привести в пример выпускника Казанского инновационного университета имени Тимирясова Олега Коробченко. Интересна эта история тем, что его назначили вице-премьер-министром промышленности Татарстана. Вот так обычный выпускник экономического факультета набережной Челнинского филиала КИУ поднялся на своих знаниях по карьерной лестнице и дорос до звания ми-ни-стра. Думаешь, что у тебя ничего не получится? Мотивируйся Олегом Коробченко и вперед к своим целям. Успех совсем рядом. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Это информация для вас. Казанский портал еказан.ру представил информацию о стоимости обучения в казанских вузах для абитуриентов и их родителей. Но это не точно. По данным портала, самая дорогая специальность в КНИТУ КХТИ не нефть и химия, а народные промыслы. Стоимость обучения составила 274 тысячи рублей в год. Самой дешевой специальностью является организация работы с молодежью в Университете управления ТИСБИ, где ты можешь отдать за обучение 76 тысяч рублей в год. Если ты увлекаешься автомобилестроением и видишь в этом свое призвание, то у тебя будет крутая возможность попасть в инженерную школу Киберавтотех от КФУ. Равиль Хисамуддинов, руководитель будущей школы инженеров, отметил, что ближе к 2026 году школа вместе с партнерами будет выпускать беспилотные грузовики. А еще через 4 года предложит крутую отечественную технологию создания и использования водородных двигателей и батарей. Главным партнером будет выступать группа высокотехнологичных компаний КАМАЗ. Даже Гарри Поттер здесь поклонится идее КФУ. Ну и, конечно же, новости для активной молодежи Татарстана. Подавай свою заявку на межрегиональный студенческий форум Лига Форум. Тебя ждут смены для профессиональных образовательных организаций, вузов и студенческих сообществ. На этом форуме ты сможешь развить в себе лидерские качества, сформировать стратегическое мышление, реализовать бизнес-проекты и найти своих единомышленников. Хочешь провести это лето с пользой? Тогда скорее подавай свою заявку на Лига Форум и становись частью этой огромной студенческой истории. Это был ЮниДайджест. И новые истории о студенчестве Республики Татарстан жди в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин